Всем привет, с вами снова я, Артём, и это Новости Кино. Кассовые сборы Человека-паука Паутина Вселенных, провал нового мультфильма Pixar, режиссёр следующего Бэтмена, новые детали Дэдпула 3 и сольный фильм Люка Хоббса. В общем, хорош трепаться, или, как говорится, Candy Crumb. Новости недели. Начну, как обычно, с новостей кинопроката, где, наконец-то, стартовало долгожданное продолжение Человека-паука через вселенные, Паутина Вселенных. В один лишь премьерный день анимационный шедевр про паучью мультивселенную собрал аж 52 миллиона долларов. Это практически столько же, сколько собрал через вселенные за первые три дня проката, и почти столько же, сколько собрали братья Марио в первый прокатный день. Всего, по итогам первых выходных, касса дружелюбного соседа намного превысила прогноз в 150 миллионов долларов и составила 208 миллионов. Это стало третьим лучшим стартом среди всех фильмов про паука, после Человека-паука нет пути домой и Человека-паука 3 Сэма Рэйми. А вот среди анимационных картин это шестой лучший старт, после Суперсемейки 2, Супер братьев Марио, В поисках Дори, Холодного сердца 2 и Истории игрушек 4. И хотя Марио удалось собрать на 170 миллионов больше в первые выходные, это были пасхальные пятидневные выходные, так что у водопроводчика была фора. И Сони, кстати, тоже обратили на это внимание, и решили выпустить следующую часть Человека-паука за гранью вселенных 29 марта 2024 года. И теперь интересно, удастся ли триквелу также превзойти паутину вселенных, как она превзошла по сборам через вселенные, аж почти в 4 раза. Этому, конечно же, поспособствовали и восторженные отзывы критиков и зрителей. В прошлом выпуске я уже рассказывал, что первые зрители остались в восторге от продолжения, и теперь к ним присоединились и остальные. Процент положительных отзывов от прессы на рот на томейту составил 95, а вот зрительский рейтинг оказался еще выше – 96%. Также мультфильм заслужил от критиков средний балл в 87,100 на портале Метакритик, и там же 8,4% от пользователей. А это приятно. А вот диснеевский ремейк «Русалочки» за первый четырехдневный праздничный уикенд заработал на домашнем рынке 119 миллионов долларов, что немного не дотянуло до ожидаемых студий 120 миллионов, но это все равно очень хороший старт. На глобальном рынке в первые выходные «Русалочка» заплыла за отметку в 163 миллиона долларов. Для сравнения, ремейк «Короля Льва» собрал за первую неделю чуть больше – 192 миллиона, а ремейк «Аладдина» на 100 миллионов меньше, чем «Король Лев» – 92. Ну а если сравнивать с оригинальным мультфильмом, то успех ремейка еще более заметный. Оригинал собрал за первый уикенд всего 6 миллионов долларов, что с учетом инфляции составляет 15. Так что, несмотря на то, что ремейк не дотянул до ожиданий студии, он все-таки показал хороший результат, в чем фильму явно помогла самая крупная промо-компания среди всех лайвэкшн-ремейков Диснея. Студия потратила на рекламу 80 миллионов долларов, что увеличило и без того гигантский бюджет фильма до астрономических 280 миллионов долларов. Так что теперь «Русалочке» нужно собрать как минимум 400 миллионов, чтобы стать прибыльной, что кажется вполне выполнимой задачей. Ведь после двух недель в прокате «Русалочка» уже собрала свыше 300 миллионов долларов. И хоть большинству зрителей фильм понравился, о чем говорит высокая пользовательская оценка на томатах, на IMDb, как и на Метакритике, пользователи решили потопить «Русалочку». В итоге сайту даже пришлось изменить систему подсчета для того, чтобы оценка фильма была более честной. Несмотря на то, что мы принимаем и учитываем все голоса пользователей, не все голоса имеют одинаковое влияние на итоговый рейтинг. При обнаружении необычной активности при выставлении оценки может быть применен альтернативный подсчет голосов, чтобы сохранить надежность нашей системы. Так что сейчас картина имеет рейтинг 7,2 из 10. И пока «Русалочка» разгоняется, главная автомобильная франшиза наоборот, сбавляет скорость. После того, как новая часть бензиновой саги быстро достигла планки в полмиллиарда долларов, интерес зрителей к фильму сильно упал. На прошлой неделе «Форсаж 10» опустился в топе бокс-офиса аж на пятое место после «Стражи Галактики 3» с их 780 миллионами долларов, которые, между прочим, вышли аж на две недели раньше высокооктановой франшизы. На третьей строчке расположился «Бугимэн» с его 20 миллионами долларов, ну а затем «Русалочка» и «Паутина вселенных». Но пока десятая часть быстрых и яростных держится в прокате неплохо. Сейчас у ленты уже более 600 миллионов долларов. Такие сборы помогли франшизе перешагнуть планку в 7 миллиардов общих сборов, так что она попала в пятерку самых кассовых франшиз всех времен. Еще 800 миллионов и «Бензиновая сага» обгонят Бондиану, в которой гораздо больше фильмов. И это случится уже очень скоро, ведь нас ждут еще две финальные части, после которых начнутся многочисленные спин-оффы, один из которых посвятят Люку Хоббсу. The Hollywood Reporter сообщает, что Дуэйн Скала Джонсон получит в рамках «Бензиновой саги» свой собственный сольник про Люка Хоббса. То есть это не будет сиквел Хоббса и шоу, а самостоятельный фильм, но при этом тесно связанный с основной серией. По данным издания, фильм станет связующим мостом между 10 и 11 форсажем, так что его называют «Форсажем 10 с половиной». Плюс в картине должны появиться и другие актеры основной серии. Это, кстати, может быть тот самый 12-й фильм, о котором говорил Дизель. После появления новостей про спин-офф Хоббса, Скала также объявил об официальном окончании их конфликта с Вином Дизелем. Прошлым летом Вин и я решили оставить всё позади. Мы будем руководствоваться братством и решимостью и всегда будем заботиться о франшизе, наших героях и фанатах, которых мы любим. Ну а если вам интересно, с чего начался их конфликт и как он развивался, то на канале есть видео с полной хронологией вражды двух качков, так что обязательно посмотрите. В общем, скоростная франшиза в этом смысле набирает обороты и расширяется, чего точно не скажешь про франшизу по Dungeons & Dragons. Да, к сожалению, фильм «Подземелье дракона. Часть среди воров» окончательно признан провальным. Напомню, что фэнтези по вселенной культовой настолке собрал в мировом прокате всего 208 миллионов долларов при бюджете в 150, не считая промо-компанию. Очень жаль, ведь мне этот фильм зашёл. Это очень красивое, смешное и оригинальное фэнтези. Так что обязательно посмотрите. Может быть, если фанаты проявят интерес к фильму на стримингах, студия подумает над продолжением. Тот же Джон Уик 4 оказался на стримингах очень популярным, даже популярнее, чем Марио. Новому фильму про Бабу Ягу всего за одну неделю удалось стать самым популярным фильмом в сети, обойдя предыдущего фаворита — «Супер-братьев Марио». Зато в прокате Марио покорил очередную вершину. Мультфильм, как мы предполагали, вошёл в тройку самых кассовых анимационных фильмов в истории. Общие сборы мультфильма сейчас составляют 1 миллиард 300 миллионов долларов, что позволило Марио обогнать первую часть «Холодного сердца». Но даже в этом братьям-водопроводчикам не сравнится с американскими пилотами. Ведь топ-ган Мэверик крутят в Японии в кинотеатрах уже целый год. Картина вышла там 27 мая 22-го года. Тем не менее, японцы до сих пор смотрят этот блокбастер на больших экранах. Так что Мэверик стал самым кассовым фильмом в истории на японском рынке. Интересно, какие результаты покажет другой фильм с Томом Крузом «Миссия невыполнима 7». Но перед этим устраивать жару в прокате будет «Флэш», который, кажется, должен стать идеальным летним блокбастером, что отметил и Том Круз. Так что и сборы картины должны быть на уровне. Уже сейчас фильм прогнозирует старт в районе 70-75 миллионов долларов за первый уикенд в США. Фильм, кстати, понравился не только Крузу, но и Супермену. Об этом на пресс-конференции фильма рассказала Саша Калли, которая подтвердила, что Генри Кэвилл уже видел фильм, и он ему очень понравился. Напомню, что «Флэш» должен стать важным шагом в перезапуске киновселенной DC, которая теперь под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана будет двигаться в новом направлении. Новая DCU точно получит новых исполнителей ролей Супермена и Бэтмена, и прямо сейчас студия DC ведет поиски нового человека из стали, который поведет за собой обновленную киновселенную. И на прошлой неделе стало известно, что в гонке за рулью знаменитого криптонца появился новый претендент, а именно актер Пирсон Фодд. В Эрайте сообщают, что он послал студии запись, где его пробы были смонтированы вместе с кадрами из его детства, которые он, как и Супермен, провел на ферме. И Ганну, если верить изданию, очень понравился его необычный подход. Так что, возможно, перед нами новый Супермен. Что думаете? Одобряем? А вот в роли Флэша в новой киновселенной может остаться Эзра Миллер. По крайней мере, режиссер Флэша Андрес Мускетти заявил, что не видит другого актера в образе Барри Аллена. Если сиквел случится, Эзра останется. Не думаю, что есть кто-то, кто мог бы сыграть Флэша так же, как и он. Другие версии героя тоже потрясающие, но что касается этой версии, то Эзра невероятно воплотил ее. Кажется, что он создан для того, чтобы играть сразу двух в Барри. Кроме того, Мускетти намекнул, что может срежиссировать и новый сольник Темного Рыцаря, отважный, смелый. В одном из интервью его спросили, есть ли шанс, что он снимет нового Бэтмена, как ранее утверждали слухи. И хоть он не стал отвечать прямо на этот вопрос, но намекнул, что это действительно возможно. Оу, не думаю, что я могу об этом говорить. Пока что. Но на этом приятные сюрпризы не закончатся, ведь еще несколько нас ждет в самом Флэше, как пообещал Мускетти. Если вы посмотрите фильм 16 июня или в любой другой день, то заметите, что там есть несколько сюрпризов, которые мы приготовили для релиза, чтобы избежать возможной утечки. До кинотеатра Фалл и Спитстер домчит уже меньше, чем через две недели, так что ждем. Но в дальнейшем нас ждет еще больше супергероев в красном трико, ведь кажется, что красный это новый хит сезона. Марвел прямо сейчас снимает фильм про своего героя в красном трико, Дэдпуле. Несмотря на это, фанаты в сети уже начали беспокоиться, ведь из-за забастовки сценаристов Райан Рейнольдс не может менять сценарий и даже импровизировать реплики, ведь это будет нарушением правил гильдии сценаристов. Однако решение проблемы нашел создатель персонажа, Рок Лайфилд, который напомнил, что Дэдпул носит маску, так что все импровизации можно будет добавить на постпродакшене. Тем не менее, фильм все равно удивит фанатов, ведь он свяжет киновселенную Марвел и Фокс. И как стало известно, помимо Хью Джекмана в роли Росомахи, в картине должны вернуться и другие люди из старых фильмов. Инсайдер Can We Get Some Toz сообщил, что в третьем Дэдпуле также вернутся Шторм, Джин Грей и Циклоп, королям которым вернутся Холи Берри, Фамки Ясон и Джеймс Марстон. Росомаха Хью Джекмана будет не единственным мутантом, который вернется в Дэдпуле 3. Холи Берри, Фамки Ясон и Джеймс Марстон также вернутся к своим ролям Шторм, Джин Грей и Циклопа, соответственно. В прошлом выпуске я как раз рассказывал, что Холи Берри одновременно со стартом съемок Дэдпула 3 выложила фото с обновленной прической, намекая на возвращение к роли Шторм. Также Инсайдер рассказал, что этим крутые камбэки не ограничатся и нам стоит ждать возвращения двух старых злодеев из вселенных Фокс и Марвел. Еще два актера вернутся в третьем Дэдпуле. Один из фильмов Фоксовских Людей Икс, тогда как второй из КВМ. Они злодеи и вы ни за что не догадаетесь, кто это. В свое время я раскрою их, но сейчас еще слишком рано, так что пока гадайте, кто это. Ну что, какие варианты? Кто это может быть? Капитан Америка Новый Мировой Порядок, съемки которого также идут прямо сейчас, тоже вернет в киновселенную старого персонажа, генерала Тадеуса Росса, роль которого, как вы помните, теперь исполняет Харрисон Форд. В ответ на вопрос, почему он решил присоединиться к вселенной Марвел, Форд ответил, что просто хотел повеселиться. Не знаю, я не могу и себе это объяснить, я просто работаю. Я подумал, кажется, все остальные отлично проводят время. Я смотрю, как эти все потрясающие актеры веселятся в фильмах Марвел. И плюс, мне нравится делать что-то отличное от того, что я делал раньше и радовать этим людей, так что я решил попробовать. Правда, в итоге, по его словам, работа оказалась хоть и веселой, но довольно трудной. А, да, бывают и тяжелые дни, и легкие дни, и веселые дни, и вообще всякие дни. Это жесткий график, и да, это весело. Но это не цветочки, это не развлечение, это работа. Что может намекать на то, что Форд участвует в каких-то трудных с физической точки зрения сценах, например, трансформацию Росса в Красного Халка. Об этом также может говорить и новый подзаголовок фильма, выполненный красным цветом. Да, слухи не врали, так как буквально вчера на съемках заметили новое название. Теперь фильм называется Тренд на красный цвет в супергеройке продолжит и Человек-паук, который снова собирается покорять большие экраны. Прямо сейчас в кинотеатрах идет паутина вселенных, но уже сейчас Сони готовят и другие проекты про дружелюбного соседа. Мадам Паутина, по слухам, представит нам сразу несколько женских версий Паука, а журнал Total Magazine подтвердил, что в фильме точно появится Джулия Карпентер, которую сыграет Сидни Суини. Ну а после дебюта в Мадам Паутини, героиня, судя по всему, получит свой собственный сольник, о чем рассказали продюсеры франшизы Эми Паскаль и Ави Арат. Последний сказал, что пока не может рассказать детали, но фильм выйдет быстрее, чем фанаты ожидают. А Паскаль также подтвердила, что в работе находится и лайв-экшн-дебют Майлза Моралеса, но не привела никаких подробностей. Возможно, она имеет в виду не сольный фильм про героя, а его появление в грядущем фильме про Человека-паука в рамках киновселенной Марвел, где уже не раз намекали нам на существование Моралеса. У фанатов, кстати, уже есть идеальный кандидат на роль Майлза. Это известный по очень странным делам Калеб Маклафлин. Лично мне кажется, он очень подходит. А как вам? Однако фанатам стоит набраться терпения, ведь сейчас работа над четвертым пауком приостановлена из-за забастовки сценаристов, о чем также рассказала Эми Паскаль. Собираемся ли мы снимать еще один фильм? Конечно, да. Мы в процессе, но забастовка сценаристов внесла свои коррективы. Мы все поддерживаем их, и как только они добьются своего, мы начнем работу. Другие студии тоже вдохновляются успехом Человека-паука через вселенные и готовят похожие экспериментальные анимации. Одну из таких, Черепашки-ниндзя-погром мутантов, мы увидим уже в этом августе. Мультфильм получил новый трейлер, в котором раскрыли главного злодея картины. Им станет Суперфлай или Супермуха. Как можно догадаться по имени, это будет мутировавшая муха, которая возглавляет банду мутантов и пытается добиться мирового господства. А вот мировое господство стихий, кажется, стал самой низкооцененной анимацией студии. На томатах у мультфильма всего 58% положительных отзывов, ниже только у Тачек 2, у которых 40. На Метакритике у картины ситуация не лучше, всего 56 баллов из 100. Так что, судя по всему, Дисней окончательно уничтожил легендарную студию. Отвлечься от грустных мыслей может помочь трейлер другого мультфильма, боевика круче некуда. Да, на самом деле это фильм, но графика выглядит настолько встрато, что очень похоже на какой-то мультик. Сам фильм это такой второсортный комедийный Безумный Макс с Джеки Чаном и Джоном Синой в главных ролях. Посмотреть этот шедевр, кстати, можно будет уже 13 июля. Другой экшен-шедевр Mortal Kombat 2 продолжает набирать касс. Съемки продолжения Смертельной Схватки предположительно должны стартовать этим летом, судя по тому, что студия уже подобрала место для съемок в Квинсленде, в Австралии. И вместе с этим ростер картины пополнился очередным бойцом. К проекту присоединилась звезда леденящих душ о приключении Сабрины, Аделин Рудольф, которой досталась роль Китаны. Да, и кажется, что вторая часть будет более каноничной, чем первая, и покажет нам сам кровавый турнир, который лежит в основе всех игр серии. Так что рейтинг R картин обеспечен. Рейтинг R неожиданно получил и опенгеймер Нолана. Это подтвердил новый ТВ-ролик, в котором указано, что фильм содержит сексуальные сцены, наготу и нецензурную лексику. Это будет первый фильм Кристофера Нолана с взрослым рейтингом за последние 20 лет со времен Бессонницы 2002 года. И в интервью Total Magazine Нолан также рассказал, что Роберт Опенгеймер будет самым неоднозначным его героем, даже с учетом Бэтмена, суть которого как раз-таки была в его двойственности. Думаю, из всех персонажей, с которыми я работал, Опенгеймер самый неоднозначный и парадоксальный. И тот факт, что я снял трех Бэтменов, говорит о многом. И это не все сюрпризы для фанатов Нолана. Ведь из того же материала стало известно, что это будет самая длинная картина в карьере режиссера. Журналисты пишут, что Опенгеймер будет длиться 180 минут, то есть ровно 3 часа. До этого рекорд принадлежал Интерстеллару, который длился 2 часа 49 минут. А издания The Associated Press сообщают, что фильм настолько длинный, что длина Аймакс-пленки с Опенгеймером составляет 11 миль и весит 600 фунтов. Это 17 километров и 272 килограмма. Так что кажется, Нолан снова ставит рекорды. Он также рассказал, что самый лучший способ посмотреть Опенгеймера в Аймаксе на 70-миллиметровой пленке. И хоть таких кинотеатров во всей Северной Америке всего 25, Universal зарезервировала все Аймакс-кинотеатры на 3 недели для показа нового блокбастера Нолана. Что, кстати, стало проблемой для Тома Круза. Ведь Опенгеймер выходит 21 июля, а это значит, что миссия Невыполнима 7 сможет прокатываться в Аймаксе всего 9 дней, после чего все показы отойдут Нолану. И это очень большая проблема для фильма такого масштаба, который снимался с расчетом на Аймакс. По некоторым оценкам, стоимость седьмой миссии Невыполнима достигает 300 миллионов долларов, что делает фильм одним из самых дорогих голливудских блокбастеров. Поэтому для такого события Аймакс-показы очень важны, ведь они приносят хороший доход. Для сравнения, Аймакс-сеансы Top Gun Maverick принесли в общую кассу 110 миллионов долларов, что составляет около 10%. В общем, ресурс Пак Ньюс сообщает, что Том Круз крайне недоволен коротким прокатным окном в Аймаксе, который получит предлагая отказаться от премиум-формата или хотя бы отодвинуть его во благо всего кинотеатрального бизнеса. Так что Спилберг не ошибся, когда называл Тома Круза спасителем кинотеатров. В это время другой знаковый голливудский режиссер Мартин Скорсезе спокойно делает фильмы для стримингов. В октябре мы увидим его новый шедевр «Убийцы цветочной луны», которую восторженно приняли в Каннах, и Скорсезе уже готовит свой следующий фильм. В этот раз он замахнулся на новую высоту, решив снять фильм про Иисуса Христа. Об этом он сообщил после встречи с Папой Римским, рассказав, что уже написал сценарий. «Я откликнулся на призыв Папы к художникам единственным известным мне способом. Я придумал и написал сценарий фильма про Иисуса, и скоро приступлю к его съемкам». И теперь интересно, будет ли этот фильм для кинотеатров или для стримингов, как последний фильм из Скорсезе. А вот коллега и друг Скорсезе Квентин Тарантино высказался резко против стримингов. Он заявил, что фильмы, которые выходят в сети, остаются неизвестными, словно их никто не смотрит. «Я не хочу никого обидеть, но, очевидно, Райан Рейнольдс заработал для Нетфликс 50 миллионов долларов на одном фильме, 50 миллионов долларов на другом фильме и 50 миллионов долларов на еще одном фильме. И при этом я понятия не имею, что это за фильмы. Я никогда их не видел. А вы? Я никогда не разговаривал с агентом Райана Рейнольдса, но его агент наверняка говорит, «Ну, это стоило 50 миллионов долларов». Это хорошо, что он зарабатывает такие деньги, но эти фильмы не живут долго. Такое ощущение, что их вообще не существует. Также Тарантино недавно немного рассказал про свой десятый фильм «Кинокритик». Он подтвердил, что главный герой фильма имеет реальный прототип, но это не Полин Кейл, как посчитали журналисты, а малоизвестный критик, который писал рецензии на фильмы для взрослых для порно-газеты. Он писал о популярных фильмах и был критиком второго эшелона, но мне кажется, что он был очень хорошим критиком. Он был циничен до мозга костей. Его обзоры были смесью раннего Ховарда Стерна и того, кем мог бы быть Трэвис Бикл из фильма «Таксист». Вспомнить о записях в дневнике Трэвиса. Но быть критиком порнографических журналов это очень весело. Он был очень грубым, много ругался и использовал российские выражения, но его материалы были действительно смешными. Он писал, как будто бы ему было 55, хотя ему было всего около 30. Он умер в конце 30-х. Поначалу было неясно, от чего, но после нескольких уточнений я думаю, что это были осложнения, связанные с алкоголизмом. На главную роль Тарантино рассматривает американского актёра приблизительно 35 лет, так что не стоит ждать любимцев режиссёра Леонардо Ди Каприо Брэда Питта, который уже гораздо старше. Кинокритик станет последним фильмом Тарантино, после чего он завяжет с кинокарьерой, но при этом продолжит сценарную работу, так что можно ждать пьес, книг и может быть даже ТВ-сериалов, которые почти наверняка всё-таки посетят стриминги. Ну а теперь расскажу вам, что нового можно посмотреть в кино и в сети. В мировой прокат вышел «Человек-паук. Паутина вселенных», в котором Майлз Моралес отправится в путешествие по мультивселенной в компании Гвен Стэйси и других людей-пауков, чтобы спасти её от таинственного злодея. Ну а для тех, кто хочет чего-то помрачнее, в кино вышла новая экранизация Стивена Кинга «Буги Мэн», про маленькую девочку, которая верит в то, что под её кроватью живёт монстр. В российский прокат вышел новый боевик Гай Ричи, переводчик, про солдата Джона Кинли, который возвращается в Афганистан, чтобы вытащить из страны спасшего ему жизнь переводчика Ахмеда и его семью. Также на российских экранах можно посмотреть комедию «Уикенд с батей», про парня, который отправляется на выходные к родителям своей невесты и по её просьбе берёт с собой своего отца, эксцентричного парикмахера родом из Италии. Триллер «Пациенты», о паре, которая соглашается провести 50 дней в совершенно белой изолированной комнате с минимальным количеством мебели ради 5 миллионов долларов, но это испытание превращается в кошмар. Ирландский хоррор «Проклятие. Ночь страха» про старшеклассницу, чья мать пропадает перед Хэллоуином, но затем возвращается и начинает вести себя пугающе. И французскую драму «Комната чудес», рассказывающую про женщину, сын которой в результате аварии попадает в кому, так что она решает пробудить его, исполнив все его мечты и записав это на камеру. На онлайн-платформах вышел канадский биопик «Кто убил Блэкбери» про группу разработчиков, которая создала первый в мире смартфон, но после этого столкнулась с безжалостной конкуренцией «Кремниевой долины». Также в онлайн-магазинах можно найти боевик «Гипнотик», где детектив во время расследования серии ограблений оказывается втянут в историю с тайной правительственной программой и его пропавшей дочерью. На Нетфликсе вышла французская фэнтези «Воронка времени», в котором капитан полиции, изучая место преступления в комнате виртуальной реальности, понимает, что может войти в контакт со своей покойной женой. А HBO выпустил драматический сериал с Лили Роуздепп «Кумир» про отношения между восходящей поп-звездой и главой культа. Ну а я на прошлой неделе посмотрел «Супер-братья Марио» и какой же это охрененный мультфильм. Он настолько насыщен каноном, он настолько уважительно подходит вот к фан-сервису, даже не то чтобы к фан-сервису, ощущение такое, что это вообще вовсе не фан-сервис, это вовсе не отсылки, не пасхалки, а это просто вот каноничное представление вселенной Марио. То есть это как будто бы такая предыстория всей видеоигровой серии. То есть это предыстория самой первой игры, в которую мы все играли в детстве, в которую мы все полюбили и играя в которую мы все время задавались вопросами типа «Чё это за мужик с усами?» «Почему он такой маленький?» «Чё за брат у него?» «Чё это за принцесса в замке?» «Что это за черепаха огнедышащая?» «Что за подземелье?» «Какие-то грибы?» Вот это вот всё, нам это всё казалось каким-то диким бредом, просто сделанным ради того, чтобы была игра. И, в общем, наверняка так и было. Это был просто, ну, реально созданный бред с создателями Марио, которые просто хотели сделать что-то весёлое и не задумывались о сюжете, о вселенной. Но теперь, как будто бы вот студии Illumination удалось связать это всё и вот эту вот всю эту нелепицу представить в каком-то одном сюжете, всё объяснить, идеально просто разложить всё по полочкам. Короче, супер-братья Марио это топ. Я не удивлён, что он заработал так много денег и я уже очень хочу сделать его разбор. Так что, если ждёте, с вас лайк. И комментарии. Ну, а на этом всё. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось. Новое видео уже на подходе. Cut the crap. Мы режем киноленты.